Современное уличное искусство включает в себя множество аспектов. Музыка, стиль одежды и увлечения, но, пожалуй, самое социальное, распространенное и которое находится у всех на виду, это граффити. Мне нравится это. Я могу на холстах порисовать. Ну, это скучно просто. Такое мне больше по душе. Граффити — это изначально уличное движение. Вот, это самовыражение. Ну, как бы показать себя народу, показать свое искусство, мастерство. Граффити — это не музейное искусство, это то, что нужно показывать людям. Это то, в чем ты свободен, самовыражаешься, украшаешь город. В Волгограде такой вид искусства начал развиваться в середине 90-х годов. Не просто надпись на заборе, а именно рисунок, несущий смысл и значение. С тех пор граффити начали появляться все чаще и чаще. Стало легче достать краски, появились специальные материалы именно для такого вида искусства. Вместе с этим появилась проблема. Из-за доступности материала и краски попали в руки к людям, для которых граффити чаще всего неприличный рисунок, надпись на заборе или непонятная клякса на стене дома. Все это тоже называют граффити. А в обществе сложилось негативное отношение к уличным художникам. Их называют вандалами, вызывают полицию, а в Уголовном кодексе есть отдельная статья, которая так и называется — вандализм. Я очень плохо, на самом деле, отношусь к каким-то надписям на заборе, там «Ваня козел» или какие-то неизвестные каракули на доме, когда там что-то краской или баллончиком. Я это просто даже не воспринимаю, как это. Это вообще просто загаживание, можно сказать, нашего города. Если уже рисовать, то рисовать с душой, от души, с чем-то позиционируя, какую-то историю даже рассказывая. А вот это вот — это просто хулиганство, безобразие, может быть, там, каких-то школьников. По словам самих художников, идея рисунка появляется не в тот момент, когда уже в маске стоишь у стены с баллончиком в руках, а задолго до этого. Рисуются наброски, эскизы, подбирается место, а уже потом задумка притворяется в жизнь. Когда работа действительно интересная, прохожие с любопытством наблюдают за процессом или даже помогают. Тем не менее, многие из работ остаются анонимными, а фамилии художников никому неизвестны. И все-таки уличных художников все чаще приглашают на фестивали и праздники. Они получают коммерческие заказы и могут свободно творить. Благодаря этому улицы нашего города становятся интереснее, а по словам самих художников, в скором времени пропадут и хулиганские наброски. Татьяна Левашова, Олег Буравцев, Денис Орлов, Волгоградское деловое телевидение.